вот что у меня есть и в конце этого видоса можно будет немного попробовать всем привет с вами юмилька добро пожаловать на мой канал на стриме мы тут играли сегодня в геншин потом в контру и решили посмотреть ролик джимми который вышел час назад вот если бы ты с нами был прямо сейчас то смог бы посмотреть эту реакцию гораздо раньше let's go нас высадили посреди заброшенного города а это улетает наш единственный путь отсюда теперь мы застряли здесь зачем это делаем ради контента этот некогда живописный город покинули после бомбардировки и войны а значит мы и наши операторы единственные здесь люди ну мы так что на почему этот город не восстановили он такой красивый такая природа ландшафт полагаю мы начнем со спуска с крыши мы знали что сперва нужно исследовать город и найти безопасное место которое будет нашим домом в следующие семь дней а для этого нужно осмотреть здание ладно посмотрим что в нижней части этого здания полагаю что под этим деревом жалко очень один способ узнать хорошо это безумие я словно нахожусь в зомби-апокалипсисе это дико глядя на это бродив еще немного мы нашли участок который подходил для убежища о боже думаю именно здесь нужно разбить лагерь отсюда виден весь город тому же у нас есть крыша защищающая от дождя и когда мы определились с лагерем нужно было открыть ящик с припасами который вертолет оставил на крыше откроем ящик и ловьем лагерь нам нужно снаряжение мне бы на их месте было бы любопытно что им там оставили в этом ящике находится все необходимое для выживания в ближайшие семь дней а чтобы не таскать вещи по лестнице мы просто сбросим их но если там было только одежда то окно это же могло повредить идеальная сборочная линия крис дождь и спальных мешков а на спальные мешки и все такое но шутки шутками но пора бы начинать выживать кто разводит костер мы разведем мы на кровать получается два новых парня чуть я раньше их не помню в предыдущих видосах и джиме крис начал разводить костер с марком они были луклой здраво как вот этот марк лицо у него знакомое а второй парень не знаю когда разложу костер я был скаутом я уже рассказывал пока мы с чендлером ищем на чем бы нам поспать что вот такими были матрасы 100 лет назад погоди ты нашел матрас где на втором этаже в углу а клопы там всякое такое типичное ничего не нужно завернуть эту штуку в брезент чтобы нас не съели клопы я заверну этот матрас как бурита и пока чендлер рисковал с подозрительным матрасом остальные решили деревянных дверях абсолютно исключено у меня спина уже болит в городе так но вообще если он этот матрас проверил он его завернул очень даже повезло чендлеру не который нам еще предстоит исследовать завтрашний день будет безумным увидимся утром несмотря на то что наш первый день в городе прошел довольно спокойно позже ночью произошло нечто жуткое что пока мы спали марка несколько операторов проснулись от звука бьющегося стекла неподалеку от лагеря то есть какие-то люди там все-таки живут да что заставило нас задуматься действительно ли мы одни в городе что это услышали как там разбило стекло мне показалось я что-то видел но помимо жутких звуков в этом убежище вода как улетрена чтобы спать как спалось ребята плохо стремясь хорошо поспать мы встали позавтракали и начали искать новое убежище я мне кажется что они быстро так разбили лагерь в таком месте голод такой сильный так что мне все равно после плота когда еще и так радовался после плотного завтрака мы запустили дрон и стали искать новое убежище в неизведанных зданиях мы не исследовали это здание мы не исследовали эти отели за вот прям в отелях мне кажется целый город вполне можно было бы хорошие мы наткнулись на неожиданного гостя у нее нет инстинкта выживания отвечаю мы не платим кошки за съемки да ладно я думаю ты заплатил ей тысячу долларов весело играть с кошками но нам нужно найти убежище ведь сегодня ночью будет холодно и вот мы отправились на поиски подходящего убежища для этого испытания о стоп что это очень красиво в этом есть некая эстетика это прекрасно даже если уродливо эстетика зомби апокалипсиса да жутковато так что за счет так жутко когда-то это выглядело примерно так и в результате десятилетий гниения мы получили вот что погодите здесь футбольное шикарное место им бы просто заняться все это разгребсти построить новые здания спортивный корт это футбольный мяч по я чуть не умер могу поспорить что этот мяч старше меня да наверняка старше всех нас кроме марка он старый теперь у нас два варианта мы можем и дальше идти по этому классному туннелю и исследовать окрестности или учитывая что до заката всего час подготовиться к ночи чтобы не мерзнуть во сне не мерзнуть звучит как хорошая идея мне кажется спортзал вполне неплохое место можно было бы там остаться дня в поисках нового пристанища я до сих пор в шоке от размеров города мы нашли достаточно надежное место чтобы назвать его дома ночью мы думаем разбить лагерь вот в этой комнате почему не спортзал они боялись то что там обрушится стены могут или как ну просто там просторно классно здесь будет кострище мы можем хотя они наверное хотят да вот как раз таки на открытом воздухе чтобы костер можно было развести а там все таки зал ограниченная комнатка такой себе костерчик зажигать будет уютно а ну да да исходя из такой логики ребят молодцы есть такой чемпир да да маркс это сделает мы можем накрыть стену брезентом будет уютно да маркс это сделает я сказал единственное что сложно подойти наш текущий лагерь и все снаряжение вон там надеюсь это место подойдет ведь для обустройства нужно приложить немало усилий солнце садилась а температура стремительно падала мы вернулись к старому лагерю и собрали вещи чтобы обосноваться на новой стоянке мы идем в новый лагерь новый лагерь нам нужно прибраться чтобы подготовиться к ночи кажется это ужасное место но неважно найти более защищенный от непогоды пока не село солнце мы таскали туда столько вещей сколько смогли туда все остальное потом можно поскольку быстро стемнело мы не успели перенести в новый лагерь все вещи так что кроме сумки с водой банок чили и пары старых матрасов у нас не было ничего поначалу все говорили типа матраса потом сами еще взяли в нашем новом матрасике мне нравится что здесь нет ветра здесь гораздо теплее чендлер что это был уже третий день испытания семи и поднявшись утром ну блин какая же локация там шикарные такие виды уже ли исследование 3 ступени целые красивый пляж и правда пахнет пляжем да это но вскоре произошло нечто странно кажется кого-то вижу что вы что не видите ту отражающую штуку под лестницей а вижу джимми помнишь как мы чуть не умерли в первую ночь от броска бутылки интересно не оттуда ли она взялась именно в этот план мы поняли что на самом деле не одни в этом заброшенном городе и как только наш оператор заметил на дроне загадочного человека мы сделали то что сделал бы каждый сходим проверим расследование местную здание почему этот особняк рядом с огромным мотелем десятилетия назад отель был первоклассным курортом но годы войны превратили некогда живописное место купари в руины заглянем внутрь купари мы только читала не думайте мы не ждали пока оператор войдет в комнату перед нами уже темнеет всем стоп остановитесь сладость мы должны пойти туда я первый спасибо думаешь там плитка фестаблс что за черт становится очень жутко я думаю что марк должен идти первое его не жалко да так же если упасть сюда то можно умереть я думаю есть не нулевая вероятность что кто-то может быть здесь и напасть на нас если кто-то нападет они так безмятежно с камерами с оборудованием идут а вдруг у чела оружие надеюсь что у них тоже с собой есть какие-то средства самозащиты что будем делать каждый сам за себя тот кто самый медленный умрет что это за свет мне теперь стремно ребят мы провели остаток дня разыскивая его но с наступлением темноты оставалось только надеяться что позже он не будет искать нас и теперь когда на улице стемнело вот то чего мы так долго ждали дайте мне большую берту спасибо большая берта обратите внимание что того здание не видно это будет в мире я уверен что рыба в океане офигевает мы смогли побаловаться самым сильным в мире фонариком минус в том что теперь нам придется идти обратно в темноте это было не вовремя ночью здесь гораздо страшнее на тысячу процентов такое не хорошо что у них прям компания такая целая не пару человек и не что на сегодня света и мы выживаем чтобы не быть хладнокровно убитыми мы возвращаемся в лагерь мы снова в лагере я разведу огонь я голоден осталось только чили и вот собрав последние запасы мы берем завтра если мы найдем несколько столов и семь стульев больше еды это было бы здорово но когда мы проснулись утром четвертого дня из семи то поняли что наши запасы уже на исходе наши сумки с водой закончился надо еду добывать искать где ее есть еще наведите камеру на крышу добыть прямо вон туда хочу чтобы у меня в организме было больше ста калорий чтобы пойти туда черния блин а что если этот чел их отследил понял что там у них лежат запасы и никого нет и пока их не было он что-нибудь стырил такой же вполне могло быть что значит черния похоже пойдешь ему понадобится помощь сам он все не унесет марк и чендлер отправились в путь чтобы забрать из ящика новые припасы мы с чем куимиля только что посмотрел твою реакцию на ченского и зашел на твой твич и тут стримчик прямо сейчас возможно когда ты смотришь эту реакцию у меня тоже проходит стрим на твиче поэтому ссылка на твич в описании заходи просто посмотреть жмакнуть кнопочку отслеживать и если стрима нет то прийти в следующий раз для рам на второстепенный водный квест это основной кое пока они ходят за водой мы не будем бесполезными мне норм я не хочу чтобы мы были бесполезными попробуем найти стол и стулья но не успели мы далеко уйти как крис отвлекся мы что не знали что он тут стоит джимми да я нашел велик отличный велик где-то где-то его нашел здесь это крутейший заброшенный город на свете веселишься хорошо пойду поищу столик ладно пойдем и как мы будем наливать оттуда воду как тяжело я предполагаю что это дом окей а что есть у людей в доме стало и стулья именно погоди стой смотри не двигайся туда что-то положить скамеечка скамеечка этого скамеечка марки низкий будет помоги немного этот мешок с водой весит более 45 кило и вот мой приятель марк будучи ученым ютюбером приду вот я его как раз видела раньше пустите вас крыши более эффективно но 40 литров довольно много но вот руси сам саракет как раз таки тащил в одной руке бутылку и в другой веревка значит он ну хотя и так знала что он мощный но они в твоем не смогли 40 унести веревка попрочнее то что вы видите реальность марк лишил нас половины воды у нас плохие новости быстрее быстрее веревка оборвалась и вся вода выплеснулась на землю это была и правда серьезная проблема остается надеется на дождик нет вы издеваетесь прости не волнуйся у нас есть еще один мешок спустите его на руках пожалуйста лишившись половины воды единственным способом завершить блин четвертый день и это вся их вода так у них там ребят сколько самих команды сколько людей уууу им этого не хватит на испытание увы было отправить двоих из нас домой поэтому крис и чендлер согласились покинуть город оставив нам с марком достаточно ресурсов на 7 дней мне как-то жалко ну ребят чендлер и так редко появляется в видосах да и здесь как бы тоже уходит жалковато на самом деле он будто не знаю пропадает с канала уже прям мне было бы страшно один момент же может прям полностью уйти а ведь джимми с кем-то кроме тебя думаю вас получится ребят но прежде чем они уедут мы хотели устроить последний пир всей банды как это вкусно выглядит волосы с маршмеллоу я вот ни разу не пробовала маршмеллоу жарить на костре до сих пор это досадно туроплавление шоколада джимми если вы пробовали фестаблс которые раньше выглядели так то вы их не кстати вот что у меня есть и в конце этого видоса можно будет немного попробовать руси правда не пробовал он ждал пока я смогу но сейчас попробую я а потом подзову его надо бы ее съесть и пробовали пока что он говорит если вы пробовали раньше выглядели так то вы их не пробовали ясно понятно спасибо у меня только шоколадка появилась впервые за мои там сколько лет жизни да и он говорит вы их не пробовали то есть вот эта шоколадка уже не считаешь что ли я не понимаю наш новый рецепт намного вкуснее ясно понятно спасибо джимми эти волмарт попробуйте фестаблс и расскажите ой конечно завтра пойду что вы думаете правда эти намного волмарт вон в уфе вчера недавно открыли вообще чем прежние но не верьте мне на слово я просто работал в нас и материальная ли шутка про нас а я съел свой сморс так что я могу идти на лодку мы запустили сигнал чендлер как будто ну не знаю ему неприятно будто что ли может мне кажется так это чтобы подать сигнал лодки и это было здорово бро посмотри как круто она освещает весь город но самое неприятное что когда крис и чендлер уехали в городе остались лишь мы с марком очень один и съемочная команда первый день без друзей но мы хотим извлечь из ситуации максимум пользы наша цель на сегодня починить убежище мы повесим брезент и защитим комнату от ветра здесь мы построим камин и нагреем его мы найдем полки и столы о сделаем это камень за похожим на дом с учетом идей которые мы планируем я могу остаться здесь до 14 дня он лжет мы начали исследовать соседние здания в поисках мебели для убежища и нашли эту потрясающую полку маленький столик большущий ковер а также металлическую штуку которую нашел наш оператор о какой стул он еще целый чувак бро это кайф он провалился чутка можно делать вид что у нас есть телек хорошая находка ухты это так здорово внутренний дворик с арками у каждого здания в этом городе есть своя индивидуальность что можно с этим придумать можно сделать систему вентиляции в сочетании с этим получится камин ухты настоящие обои у нас есть обои для чем чтобы здание стало домом как будто мы пошли за продуктами но вместо них набрали кучу мусора 30 лет недавно мы дома мы нашли все это теперь начнем украшать дом мы уже не выживаем джимми мы процветаем здорово следующие четыре часа мы выгребали обломки из нашего убежища из-за чего очень хотелось пить вода в этих мешках на вкус как дрянь поэтому мы взяли с собой бутылки circle ведь в них можно поставить картридж с ароматизатором сделать воду вкус я впервые пью из бутылки circle восхитительные впечатления можно настроить интенсивность так что если вы уверены в себе поставьте в девятый уровень вкуса а если вы просто слабак то поставьте вкус первого слабо пробовать 6 поддержу твои 6 потрясающий вкус если кто-то пробовала пишите пожалуйста в комментариях как это чувствуется вообще свой вкус ты выбрал я выбрал фруктовый пунш ведь он заряжает энергии а что нам сейчас нужно джиме энергии именно так хорошо что circle нас выручает и вот набравшись сил мы решили приступить к ремонту уже гораздо лучше выглядит да эта комната станет самой лучшей жалко то что они изначально так не сделали когда было больше рабочих рук так скажем заброшенном городе это наша новая полка ладно посмотрим как она бы неужели неприятно и теперь когда полка чистая мы можем класть на нее еду почему-то более половины нашей еды это чили а никто здесь не любит чили это ряд без чили кто-то к себе подготовил а это ряд с фестаблс у нас есть стол чтобы поставить бутылки circle у марка бутылка на 650 миллилитров а эта бутылка на 950 а еще у них есть стальная бутылка с двойной изоляцией ее можно получить бесплатно прямо сейчас купив 10 вкусовых карты ну и сделка не сделка а бесплатно ладно она хорошо защитит от ветра установив новую дверь мы повесили большой кусок брезента который поможет сохранить тепло от камина внутри убежища кислород поступает огонь горит нагревает помещение и выводит дым наружу деревенская инженерия во всей красе главное чтоб ничего там не упало наконец после длительного холода хорошо смотри-ка у нас тут огонь я чувствую как от него исходит тепло и соорудили это в развалинах заброшенного города так вот перейдите на drink circle точка ком слэш мистер бист или отсканируйте qr-код на его лице если хотите заказать circle прямо сейчас и вот наша комната в углу стоит растение у нас есть наши кровати которые теперь меньше разве это не телевизор айпад марка в рамках телевизора это реально классно это очень оригинально печь которая обогревает комнату настоящий стол даже уютненько прям стало да тулими и стеллаж с остатками еды которые у нас остались и грязное полотенце которое мы делили это и есть выживание но спокойствие наши пятый подряд ночи вдруг прервал звон разбитого стекла что это было у нас же был такой хороший день я хочу посмотреть кто наверху ножом идет не ну на самом деле я ношу с собой для устрашения но я не собираюсь его использовать зря он это сказал просто если бы там чел был агрессивно настроен и услышал это он бы не воспринял джейби серьезно здесь просто выйди я хочу с тобой дружить ты точно не разыгрываешь меня бро клянусь тебе это был не я блин это жутковато что это бро боже мой самая марк робертская штука что я видел серьезно что марк нас разыгрывал и тон все время ронял эти бутылки и в те разы тоже получается да у меня есть пульт дистанционного управления которым никто не знает я могу только один из операторов станет скорее всего он же ты снимал я думал что могу доверять тебе бум марк перестал меня разыгрывать и мы переделали его устройство фейс ты был с нами классно вот держи одну мне и мне одну это очень круто у них так вам было там прям если честно я легко простил марка ведь у нас оставался один день испытания доброе утро доброе утро заброшены почему-то думала что они пойдут там в лес ну там просто по моему лесочек был неподалеку попробую там что-нибудь найти какие-нибудь ягодки еще что-то а у них то просто есть запасы еды и они сами ничего не добывают снаружи намного холоднее чем там идем назад утро шестого дня все улучшения которые мы сделали что у него за камера интересно или бесподобные стало минимум на 10 градусов теплее потрясающе вел прекрасно марк у нас последний день я предлагаю повеселиться джимми это каяк я знаю что с ним делать теперь тут можно плавать на каяке мы смотрим вас на повеселились играли в бейсбол я под их месте пошла бы поплавать там такой берег красивый меня делать блинчики по-научному мы даже кричали друг на друга с разных концов города и честно говоря все эти дурацкие занятия отвлекали нас от мысли о том насколько одиноким был город и и когда наступил последний день испытания после уборки лагеря у нас в голове была только одна цель покинуть это место и никогда сюда не возвращаться мне очень грустно за это место потому что такая красивая природа ландшафт и только разруха в этом месте огромный потенциал скорее всего реконструировать эти здания не получится но опять же с интересом к этому делу да с необходимым количеством средств можно было бы вполне построить все и сделать в том виде каким оно было плюс-минус до как раз таки войны до этих бомбардировок и это место было бы просто шикарным во первых у него была бы своя история во вторых то что я перечисляла до этого и мне кажется это был бы такой классный курорт но в то же время с таким важным историческим подтекстом кстати я увидела как то надо будет посмотреть если хотите этого то пишите в комментах классно то что он решил его как-то поддержать прорекламировать тоже кстати в течение следующих 20 дней я раздаю по 10 тысяч в день тем кто купит фестаблс попробуйте новый рецепт потрясающе шоколадка элман чоколей с кусочками орехов если посмотреть сзади это выглядит вот так она очень тонкая такая экономная шоколадочка тонкая такая реально и ощущается такой тоненькой прям руки не знаю как там новая шоколадка но все же я бы хотела как-то аккуратно открыть но у меня руки и жопы по составу кстати здесь у нас на первом месте сахар на самом деле это не очень хорошо я например стараюсь искать шоколад где на первом месте какао потом органический шоколадный ликер потом кокосовое масло короче орешки кусочки орешков то есть состав в целом небольшой и это радует чем состав меньше тем лучше шоколадка у нее срок годности до 10 мая 25 года вы не видите к сожалению забавно что у кого-то есть возможность пойти и миллион таких магазине купить так кому-то вот привозят и о слушайте это же получается не молочный шоколад он горький да здесь у нас share надпись как переводится можете написать и шоколадка разломалась слушайте нет фух я просто подумала как будто кто-то и откусил но здесь нашелся кусочек и так горький шоколад я люблю горький шоколад вот эти частички внутри прикольные вот видите маленькие они прикольно ощущаются ну а так обычный шоколад и для горького шоколада он сладкий сильно у нас горький шоколад вот бабаевский по бедам россия щедрая душа вот именно горький не молочный он гораздо более горький нежели чем тут его можно просто с кофе без сахара соответственно хомячить кстати если подумать то здесь же даже какао-бобов не было реально если подумать здесь не было какао-бобов в составе да просто какой-то ликер шоколадный и масло кокосовое а где а где какао-бобы я очень надеюсь то что в новом шоколаде сахар будет не на первом месте вот который он показывал потому что все-таки шоколад мы идем ради шоколада а не ради сахара не знаю поменял ли он это как-то или нет если кто-то покупал шоколадку или знает можете написать в комментариях самый вкусный шоколад которая когда-либо кушала был в доминикане если вы когда-нибудь полетите в доминиканскую республику вот закупайте шоколадом и для себя и для родных здесь вкус шоколада не напоминает мне вкус из доминиканы а я думала что американский шоколад на него больше похож потому что все-таки они там неподалеку находятся напоминает наш шоколад гораздо больше но вот шоколад в доминикане превосходный он настолько классный он блин я очень жалею что не записала на видео как он выглядел и свое впечатление о нем тоже не записывала потому что там у меня просто не знаю какой-то вкусовой оргазм был потому что он классный там шоколад продавался в таких огромных плитках он У нас тоже продается, но по вкусу все равно он не такой классный. И там вот прям ты пробуешь его прям шоколад. Да, там есть сахар, но его не настолько много. И ты тем шоколадом, вот из Доминиканы, очень быстро насыщаешься. Вот буквально вот такая шоколадка. Я съела вот такую маленькую часть и уже наелась им. Спасибо, что досмотрел до этого момента. Напиши в комментах, что ты думаешь про шоколад мистера Биста, если его пробовал. А с тобой была Юмелька Хомячок. И пока!